Давайте, пока я не пошел дальше, сделаем длиться просто. Кто слышал про докер, но не использует его? Вообще не видел. Хорошо. Кто использует докер, но есть куча вопросов? Как это все работает? Все. Все остальные используют его в продакшене и знают все в одной группе. Почти. Хорошо. Значит, изоляция. Из истории. У нас в 1979 году в Unix версии 7 представлен новый системный вызов чур, который делает ровно одну вещь. Он подменяет реактивный путь к файлу. То есть, если мы можем взять этот процесс с чуром, например, varlib, и потом этот процесс пытается читать etc-pass-vd, то на самом деле его перенаправит varlib-etc-pass-vd. Таким образом, у нас первые зачатки изоляции процесса появляются. Но даже на самой ман-странице разработчики системного вызова говорят, это ни в коем случае не security-изоляция, и, пожалуйста, не используйте ее в таком случае. Потому что пользователь root, который внутри чего-то может вылететь из этого черта буквально двумя командами, несказанно. Поэтому это скорее для использования каких-то тестовых средств, кроме каких-то маломатических реальных живых файлов. Кстати, изначально этот чар был использован самим инструментом Unix для тестирования. Ну и в последствии его выкатили всем остальным. В 2000 году уже появляется, на минуточку, 21 год спустя, появляется SD-Jails. Это уже полноценная система изоляции, в которой можно было ограничивать ресурсы CPU, оперативной памяти. Внутри каждого джейла были свои пользователи, в том числе и их пользователи. Благодаря этому на одной физической ноте можно было запускать большое количество виртуальных инвароментов, в котором каждый чувствовал себя как будто у него был virtual-прайв-сервером. Значит, через год выкатывается аналог джейлс-мод для ядра Linux, и в 2005 году у нас появляется OpenWZ. Я думаю, многие ее использовали, в свое время любили за простоту, но у него был один существенный для кого-то недостаток, для кого-то менее существенный, а эта система требовала модифицированного патчиного ядра. И, к слову, это ядро не всегда было самым свежим с теми фичами, которые вам нужны были. Дальше у нас идет такая тронка лет. Это в 2006 году Google представляет свой процесс контейнерс, который потом переименовали в Inroad Groups или C-Groups. Я думаю, многие во время сервис-статус HTTPD видят вот этот вот творог C-Groups с их иерархией. В следующем году эти C-Groups вливают в основную ветку ядра Linux, и еще год спустя появляется Linux контейнерс. Я думаю, LXC видели также многие, во-первых, кто-то использовал в свое время. Кстати, докер до версии Mac.9 использовал LXC как бэкэнд для управления контейнером. Потом он уже начал использовать и контейнер, и RunC, и все остальное. И вот через 5 лет появляется в LXC. Он появляется больше как такой себе тулсет, который предоставлял легкость управления этими контейнерами. Потому что до этого достаточно больно было ними управлять и очень сложно по-потробному специалисту. Значит, когда мы будем обезновляться, мы в первую очередь думаем о ограничениях. Классическая и виртуальная машина у нас ограничение достигалось чем? Тем, что мы полностью виртуализируем процессор, видеокарту, hard drive, и все это должно быть предоставлено в некой сетевой операционной системе. То есть в каждой из виртуальных машин у нас по факту топе операционной системы. Будь то Windows, Linux или что-либо еще. В контейнерном мире у нас все немножко легче. У нас имеется обслойная инфраструктура, то есть в железном сервере. Дальше хостовая операционная система, абсолютно без каких-либо изменений. И дальше идет прослойка докера. Эта прослойка, это по факту просто программное обеспечение, которое доставляется на хост операционной системы. И каждый из контейнеров содержит в себе только код приложения и выберет это необходимый для его запуска. То есть благодаря этому у нас контейнеры намного легковеснее. Благодаря тому, что у нас отсутствует полная виртуализация, hardware, они у нас могут стартовать буквально за секунду, в зависимости от того, что вы пропишите в своих конфигурациях и смотрят, что это за приложение. Например, понятно, если к какому-то приложению нужно передойти что-либо, скомбинировать или запустить свою виртуальную машину, это будет немножко дольше. Но на самом деле, вот эта вот прослойка докера, это немножко лукавая, кстати, имидж официального сайта докера. На самом деле, докеру нужна какая-то гостевая функционная система, потому что все это не в лодке вита. И что же предлагает нам докер? Он предлагает концепцию имиджа. Никих образов, на основе которых запускается непосредственно ваш код и выполняется. Весь образ, он доступен контейнеру в режиме Red-Only. Если контейнеру нужно выполнять какие-либо функции записи файла или изменять их, им предоставляется вот самый верхний, очень-очень тонкий слон, который доступен в режиме Red-Wire. И время жизни этого слоя равно, по сути, временем жизни контейнера. То есть после того, как вы удаляете контейнер, все данные, которые были записаны в ронтайне, просто исчезают. Ну, это если там не лонтировать, то мы тогда, может быть, улучшение. Значит, сам имидж, он состоит из такого слоев. Они накладываются один на другой, и каждый может добавлять, удалять или изменять файлы предыдущего. Самая близкая аналогия, это скорее гид для кода, но точно так же и слои для докер-имидж. Насколько вы знаете, в детей ничего не пропадает, и точно так же и здесь. Если на первом слое вы добавили какой-то 200-мегабайтный файл, на следующем слое его удалили, то на самом деле он просто помечается как удаленный. На предыдущем он все равно остается, и результирующий образ у вас останется там 1,5-2-5 мегабайт, в зависимости от того, что вы делали в сборке этого образа. Благодаря тому, что образ рядом, он может спокойно шариться между количеством n контейнеров, то есть сколько угодно. У каждого будет свой слой для записи, а этот образ будет использоваться в линии в шерп-режиме. Вот, собственно, почему докер не выделяет его как гостевой ухоз, потому что его не нужно копировать в каждой контейнере. Так, если он доступен в режиме только для чтения, то становится актуальным вопросом, как же нам изменять файлы, то есть добавить баговое HTML и так далее, изменить настройки Apache, Nginx и любого другого. На этот вопрос нам отвечает довольно непроверенное введение стратегии того, copy-on-write. Вот самый нижний слой, это у нас слой докер-имиджа, следующий слой контейнер-лэйер, это именно тот, который доступен контейнеру для записи. Самый верхний, контейнер-мам, это то, как видит контейнер эту файловую систему. То есть он даже не знает, что там за слои под ним. Он видит просто одну линейную файловую систему. Так вот, если внутри контейнера мы читаем файлы 1 и 3 из докер-имиджа, которые идут в режиме, то они читаются напрямую из докер-имиджа, из того, который мы подготовили, и на основе которого мы пропускаем контейнер. Если контейнер создает абсолютно новый файл, то он, соответственно, идет сразу в read-write-сфор и создается там. Самое интересное, если нам нужно изменить файл, то при первой попытке записи в файл 2 на самом деле драйвер файловой системы сначала скопирует его на слой, доступный для записи, и уже все write-команды и системные вызовы будут идти в read-write-слой. Вот ниже вы можете видеть пример маунта полностью этой структуры. Получается, low-order это режим докер-чтения, upper-order для записи, и merge это то, с чем вы можете работать, не заботясь о том, куда на самом деле это все пишется и откуда читается. Примерно так, кстати, и работает докер. Он просто монтирует кучу директорий и предоставляет контейнеру уже готовую merge-директорию. Актуальный вопрос, как создавать собственный образ. Потому что использовать готовые, это все хорошо, но все приложения разные, требования разные, в библиотеке соответственно тоже. Плюс, подготавливая предварительно образ, вы можете, например, уменьшить время запуска контейнера и добавить какие-то стандартные фичи в виде, я не знаю, мониторинга, стандартных настроек и так далее в базовый образ и потом просто перезапустить контейнер и он уже будет использовать новую конфигурацию и новые файлы. Делать это очень просто с помощью бэперфайла. Бэперфайл это название файла по умолчанию, в котором просто описаны инструкции, то есть это процедурный вид. Ну вот здесь взят пример для запуска Firefox в контейнере. То есть ничего такого срежного. И вот этот же файл только в реверсном виде с командами показано, как он ложится на слои. Вот если мы указываем первый from.ubuntu.1504, это значит, мы берем некий стандартный market image, в котором уже есть свои слои. И дальше просто в процедурном режиме говорим. Run это у нас выполнить просто обычный shell, баш, за это совершенно не важно. Ставим Apache, PHP. Вот, например, он добавил нам 188 мегабайт, потому что мы там установим кучу пакетов. Потом добавляем непосредственно код самого приложения, и добавляем какие-то конфиги, запускаем какие-то команды, которые в свою очередь тоже добавляют какие-то мегабайты к результативным будущим образам. Так, что мы можем делать с нашими новостями? Естественно, первое, это запускать контейнер, потому что ради этого мы его создавали. Выглядеть это может примерно так. Это некий аналог HelloLond в мире докер. Ничего сложного. Но, опять же, остается куча вопросов, что, куда логирует, что использует и куда он поступается. Можно дать больше информации для запуска контейнера, например, указать, что нам нужны папы в 80-е и 40-е в случае приложения. И, например, можем ремонтировать вот два каталога. Data и непосредственно App. Как видите, App мы ремонтируем в режиме Redonly, потому что это код, и вряд ли какому-то приложению нужно опронтанию менять собственный код. Или, если вы, например, используете докер уже в продакшене и знаете, что делаете, это может выглядеть примерно так. И это далеко не все ключи запуска, которые действительно имеют докера. Собственно, проблемы. Проблемы с таким видом запуска очевидны. Это размер команды, количество ключей и то, что каждому придавшему сотруднику нужно объяснять, зачем этот ключ и почему нельзя менять то или иное состояние. Для решения этих проблем в 2013-2014 году ребята собрались и решили сделать такой проект, как Compose. Докер Композ, он написан на питоне, использует для описания состояния контейнеров конструкционный файл. По умолчанию, вот этот вот Докер Композ YMA. Как вы поняли, это формат YAML. Он полностью декларативен. То есть он описывает желаемое состояние контейнеров после запуска. Здесь нет никаких процедурных частей, в которых мы описываем, как мы хотим это делать. Я хочу 80-й, 440-й, я хочу электронический контейнер 300 мегабайт оперативной памяти, если там вдруг есть мини-йки. Построить его на базе образа Mega App версии 2.0. Вроде бы все удобно. Что нам дает этот Докер Композ и вообще такой подход? Ну, первое, это everything as a code. То есть у нас вместо одной баш команды получается более красивый ям, в котором можно уже посмотреть некие дирты, положить рядом со своим приложением в version control system и, собственно, работать как с кодом. Второе, это состояние контейнеров идентично тому, что описано файл, ну, то есть декларативность. Мы просто меняем значение на то, которое хотим, а Докер Композ уже в свою магию приводит состояние контейнеров, как желаемо. Ну и верхность использования. Заходим в каталог, которая есть Докер Композ, набираем команду Докер Композ Акну и УЗД и все, наслаждаемся, ждем, пока поднимется приложение. Это, кстати, тоже один из вариантов использования для декларов. Потом мы, например, Докер Композ Акну и все. Сама хвост-система у нас чистая, очень хорошо использовать для каких-то ресерчей, ну, такого, что может, в принципе, поломать некое окружение, можно безвозненно использовать Докер Композ. Но есть несколько минусов. Ну, во-первых, Докер Композ это еще одна зависимость вашего проекта. Если вы его используете для локального окружения, это еще полный, если там что-то сломалось, обратная совместимость больше не поддерживается или еще что-либо. Но если вы используете это в продакшн окружении, то тогда вы очень сильно на это завязываете. На доступность того же Докер Композ, например, в ПИП-репозиторе и так далее. Ну и еще один минус, это то, что конфигурация несовместима в обратную сторону. Если вы, например, напишите, вот это Композ Яму для версии 3.3, а потом просто поменяете заголовки, версию, например, на 2.1, то Композ не просто скажет, что, не знаю, аналон дегектив, он просто упадет, потому что скажет, что это не поддерживается текущей версии. Так, вторая часть нашего балета, это по-калорке. Сейчас вам попробуем сделать, какие проблемы в Докер, и как это вам нужно сделать. Первое, с чем сталкиваешься при разработке и при выкатке, это, естественно, зависимое положение. Какие у нас здесь многие проблемы? Это то, что они ломают, что-либо. На сервере где-то происходит сборка. Может быть, но сколько они не знают. Это тоже бывает, особенно у корпоративных клиентов. Например, 404 нокфаун в каком-то из зеркал, который это запрещает. И человек может просто обидеться на весь мир, удалить свой GitHub аккаунт, и все украшают все зависимости, и все такое. Также, да, встречаются иногда проекты, надеюсь, на хп, там, я не знаю, 4 какая-то, или работает она абсолютно на 5. И последнее, раз это все обновлялось, 5 назад. Вот это все удобно запопробовать в Докер и доставлять уже на Талли ЦР. Так, первое, что мы сделаем, это попробуем синтегировать в Докер. Сейчас мы запускаем, у нас есть два сервера, один на Ubuntu, один на CSTOS. и все, что в них есть, это просто установленный Докер. Вот, например, если мы заходим в первый, на первую серверу, первый сервер вот РОСА, который у нас на пункте, и копируем просто каталог с бутеркомпортом. Сейчас вам покажу, что здесь находится. Здесь просто... Здесь у нас дейта, именно та директория, которая будет отвечать за персистент дейта, например, там всякие оплоды, там имеются базы на стервере, Докер компост записаний, и два хелк-скрифта, которые помогут нам доказывать, что мы сделаем. Мы просто делаем запуск моды, чтобы мы знаем. Сейчас он видите, Бог. Спасибо. uc